Девушки отдыхают Мексику. И сегодня мы отправляемся на знаменитый остров женщин. Точнее я отправляюсь. Остров женщин, жена. А ты, Гантинечка, посиди, Сашу. Ладно, я тебя через два дня заберу. Что тебе с женщинами делать? Это я люблю женщин. Я поеду, а ты посидишь. Нет, тогда уж поехали вместе. Ладно, я тебя одного туда не отпишу. Экскурсия туда стоит 70 долларов, но люди говорят, что гораздо дешевле, выгоднее и интереснее поехать туда самостоятельно. И мы с Сашкой сегодня на своем опыте все это проверим и все вам расскажем. В первую очередь, конечно, пойдем покупать билеты. Хотя тебя брать не хочу. Мы с Сашкой приехали в порт Пуэрто Фуарес. Он находится в самом городе Канкун. Еще есть три порта в зоне ательера. Плая Каранкуль, Плая Тартуга и Гранд Канкун, по-моему. Но так как мы, собственно, сдавали машину в центре, мы за 40 песо доехали на такси сюда. Сейчас мы купим билеты. Смотрите, билеты туда обратно, человека стоит 300 песо, то есть на двоих мы сейчас заплатим 600. Сколько это в долларов, не знаю, но 1800 рублей примерно, ребята. Смотрите, паромы отправляются с 5 утра каждый полчаса до 8.30. А с 8.30 до 11.30 они ходят каждый час. То есть теоретически можно съездить на остров одним днем. Просто с утра здесь на самый первый паром и последний вернуться. Получится вы все. Видела, сколько народу? Да, но сейчас здесь в 24, можно встать поменьше. Все же спать хотят. Он очень, на самом деле, очень быстро идет. Мы только зашли, только встали. Я даже смотрю, все туристы стоят в другой. Очередно, мы встали в другой. Вход один. Да, там их очень много. Они вот такие змейка. Мы туда пристроились и сразу где шли. Ну, не знаю, если можно стоять меньше, зачем стоять больше, правильно? Давайте запатентую я людей. Это очень круто. Я продумала. Да, сейчас отправят, скажут, идите отсюда. Патентовщицы. Не послали. Не, не послали. Мы чуть-чуть здесь. Не послали, ребят. Что еще? Там бы мы стояли минимум в два раза дольше. Что, ребята, если вы живете в центре Канкуна, снимаете квартирку, вам выгодит добираться отсюда. Если вы живете в зоне отельера, то, конечно, оттуда, чтобы не переплачивать за такси доезжая сюда. В принципе, там, думаю, даже если билеты подороже, но не намного. Сколько будут они. Поэтому решайте. Но четыре целых порта есть. Так что вариант такой. Ого-го. Чтобы попасть на второй этаж, надо заходить с мосталон. Здесь есть лесенка. Ждательно заходить одним из первых. Вау! Что такое впереди тебя идет? Руку убери, пожалуйста. Чего? Друзья, мы на пароме, не поверите, нам даже достались места. Хотя вроде народу много, но, видимо, места еще больше. Поэтому все это мероприятие у нас заняло не больше миссис такси. Все это мероприятие, я не знаю, минут 20, да? Минут пять ехали, даже меньше. Купили билеты сразу же, сразу же прошли. Адриан Талкара до сюда, ну да, минут 15-20 не может. В общем, очень быстро, без каких-то задержек, классно. Теперь мы плывем на Исла Мухайрес. Сашку я ставлю потом, Влад, потому что тут на пароме. А вам все покажу и расскажу. Я думал на острове. Фигушки тебе. Ты же как этот, тебе как везти козла в огород. Вот про тебя. Все туда нельзя. Все капусту поедут. Да, все туда нельзя. В общем, остров находится примерно в 12 км от Канкуна. Так говорит мой глазомер. Да. Я думаю ехать там не больше 15-20 минут. Какая-то цвет моря просто потрясающий. Я не могу передать, я как бы не хочется постоянно снимать, но, к сожалению, мы сели на кондровое солнце. Но, поверьте нам, мы глазами увидели такую красоту, что прям вот рекомендую. Море Карибское. Лучшее море на свете, я считаю. Дуся, ты ведь приехала. Да, мы наконец-ки приехали. И знаете что? Все равно вот на этом острове чувствуется какая-то атмосфера острова. Очень классно. Вот. Еще что хочу сказать. Ребят, на нашей лодочке на первом этаже есть закрытое помещение. Там есть бар. Там есть туалет. Пойдемте пройдем. Работает коллекционер. Кто любит комфорт и любит с ней напеку, пожалуйста, можно пройти сюда. Все равно есть. Такой ветер в лицо. Живая музыка играет. Впереди остров. Женщина. Лучший способ исследовать остров Исламу Херес. На колесах. На колесах, конечно. Можно приехать сюда на своей машине. Есть какой-то специальный паром для местных, но мы не знаем как. Поэтому все туристы здесь на острове берут себе гольф-кары. Ну, некоторые еще берут мотоциклы и велосипеды. Поэтому сейчас мы сажим в первую очередь снимем гольф-кар. У них есть разная позиция. Можно взять его на час, на день и на сутки. Пойдем узнаем цены и выберем все самые красивые. Розовые. Погнали. Так, мы здесь видим, что машинка на один стоит 700 песо. Мы брали из 750. Мы видели из 800. Сколько стоят мопеды и велосипеды, расскажем чуть позже. Я же говорила, у нас будет самая красивая и почти что розовая машинка номер 12. Отойди. Вот наша карета, ребят. День здесь считается с 10 утра до 5 вечера. В залог берут права. Поэтому берите с собой права. Возможно, как бы подают любую другую айдин. У нас попросили сразу права. Все. Сейчас мы грузимся на наш Феррари, я бы сказала. И начинаем исследовать вот так. Саша, ты когда-нибудь водил гольф-кар? Нет. А как будешь? А как? Давай попробуем. Все когда-то бывает в первый раз. Мы едем очень медленно. Саша, давай всех сделаем устроен горки, гонки на гольф-карах. Давай. Поехали. Уху. 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 Не едет. Не едет больше. Саша, 20 км в час твой предел. Мы делаем первую остановку на этом острове. У такой прикольной лодки, на которой изображена китовая акула, кстати, которые приплывают сюда летом на остров Хальбош, по-моему, называется. Можно поплавать с китовыми акулами. Здесь совсем недалеко от Исла Мухерес. И под этой рыбкой надпись, собственно, Исла Мухерес. Остров женщин. А знаешь, откуда произошло название? Еще-то я помню далекие-далекие времена, во времена пиратов. В то время, когда они уезжали, уплывали в море, уходили в море на свои взверствования, завоевания и крабежи, они здесь, на этом острове оставляли своих женщин, жен, дочерей и прочее-прочее-прочее. Но более, наверное, правдоподобная версия, это то, что когда сюда приплыли испанцы, они нашли на острове очень много фигурок женщин. Это были фигурки богини Ищель, которые, собственно, поклонялись здесь на острове, ну, принц поклонялись майя. И от этого остров... Богиня Ищель. Ищель. А, Ищель. И поэтому остров назвали, собственно, Исла Мухерес, остров женщин. Саша, не знаю, как ты, а я пошла фотографировать. Я думаю, и после нашего визита у этого острова появится еще третья версия названия. Я тебя здесь оставлю. Хотя нет. Здесь много девчонок, загорающих топлив. Я здесь останусь. И будешь местным Маугли. Короче, Маугли мой. Я пошла делать красивую еночку, ходить, смотреть виды и показывать все. Вау! Беги! Мы приехали в заповедник морских черепашек, так... Тар... Тар... Тартугас. Тартугранха. Тартугранха. На самом деле, Саша, представляешь, здесь с мая по сентябрь на этот пляж приплывают большие черепахи и откладывают яйца. Сейчас март. Да какая разница? Какого хрена мы сюда прикерлись? А вот в этом заповеднике эти яйца собирают, перепрятывают и помогают вылупиться черепашатками, следят за них, растян как в ясельках, а потом отпускают в море. Это очень классно. Давай зайдем посмотрим. Давай. Идемте с нами. Для начала надо купить билеты. Ребят, работает этот заповедник с 9 утра до 5 вечера и билетик стоит 30 песо на человека. Плюс здесь продает корм для черепашек, можно приобрести и стоит тоже 30 песо. Так же как и вход. Очень спасибо. Я взяла за себя и за Сашку. Сашка не любит эти красивые яркие браслетики, поэтому я его поддержу в этой непростой ситуации. Но ты за это должен будешь мне очень красиво снять черепашек. Договорились? Договорились. Здесь находится какой-то аквариум, ребят. И видимо там хранятся. Живут черепашата. Пойдемте посмотрим. Ой, вот здесь плавают такие небольшие черепашки. А одна какая-то плохо в глазах писала. Чего тут делаешь, малыш? Смотрите, какая крученька. Говорят, руками их трогать нельзя, могут тяпнуть. Поэтому мы их не будем убить. Я пошла в ясну. Хотите кушек? Смотри, ух, она забавно лежит. Вот что значит склеить ласту, Саш. Теперь я знаю, как это выглядит. А вот здесь уже здоровые черепашки. Так хочется потрогать желтый цвет. А ты тронь, пальца то не будет. Ай! Они кусаются. А зачем ты сказал ты тронь? Я думала, что можно. Вот, ладно. Муяba. Я Ииях, иди, иди. Муяба. И нег contre嘉 명и. Клювик, смотрите, какой клювик. Есть не хочет, но хотя бы клювик показала, уже хорошо. Я буду пытаться кормить белых черепах. Но, ну хоть одна. Мне кажется, этот корм я буду ей сама. Или Сашку скормлю. Попробуй, вкусный. Смотри, я уже руку сунула. Вкусно? Да, очень вкусно. А еще здесь очень много всяких аквариумов с рыбками, а в одном даже живут вот такие здоровые, это кто? Нобстерами? Да. Такое ощущение, что сейчас пальцем в него попадешь. Блин, так стекло сделано, прикольно. Такие здоровые. А самое главное, Саша, знаешь, что я тебе хочу сказать? Что здесь их никто не слушает. И мне это было безумно радостно. Ты думаешь, их держат тут просто так? Для красоты. Для ресторана. Ого. Это что за рыба, Саш? Не знаю. Смотрите, какая пузятая, здоровая, такие огромные глаза. Вот это вообще. А у него еще глаза, видишь, что пульсирует? Видишь? Они вваливаются, вываливаются, вваливаются, вваливаются. Почти поцеловались. Да? Да? Если бы ты видела, какие у них зубы, ты бы не целовалась ими. А я через стекло пришла. Я нашла единственную черепаху, которую могу погладить, ребят. Прикольно. Хоть такую. То они со мной никто общаться не хотят. Еле-еле уговорила поесть. Ну что это такое? Порядок. Пойдем теперь в аквариум, где, так полагаю, живут черепашки побольше. Если это ясли, то там уже средняя школа. Здесь уже реально такие особи побольше. Не знаю, кто это мальчики и девочки. Здесь совместная школа. И все они плавают, почему-то поняли. Все кубы. Конечно. Конечно. А вот это клюва для обезьян. Ну, в смысле, с клювом. Обезьяна? Ой. Черепаха, прости, пожалуйста. У нее реально, ребят, огромный-огромный клюв. Не знаю, вам, наверное, не бит, но Сашке нужен сак подойти. Ребята, у нее челюсти, почти как у акулы. У меня кашпри увеличиваем очень большие. Вот та вот чаще всех голову высовывает. Давай, давай, давай. Опа. Как ты думаешь, что это такое? Ясельки. Я думала, ты скажешь, баскетбольное поле. Нет, это роддом. Да, ребят, это роддом, потому что здесь видно следы черепашат. Видимо, яйца переносят сюда, закапывают, чтобы их не съели хищники. И потом здесь рождаются черепашки и начинают ползти. А после этого попадают уже в ясельки, где мы с вами были. Это, я так понимаю, уже старшая школа. А теперь я хочу посмотреть на выпускников. Это те черепашки, которых совсем скоро выпустят в открытое море. Ну, в живую природу. В открытое море. В открытое море, в живую природу. У меня эмоций много, Маша. Это место своей грамматика и ирфография, и вообще. Короче, пойдем посмотрим. Представляете, помимо черепах, тут еще есть акулы. Я думала, настоящие, Саша сказал, китовые. Но они тоже настоящие, но акулы. Их целых три тут. И они периодически заплывают прямо под наш мостик, а потом выплывают. Знаете, я, конечно, понимаю, что она не ест. Вегетарианка все такое. Ну, блин, оказаться с ней рядышком как-то было бы страшно. Еще много черепах, каких-то больших рыб, которые выныривают за коровом. В общем, здесь, на мой взгляд, смотри, какая красивая рыба. В общем, здесь, на мой взгляд, самое интересное место, потому что здесь кипит настоящая, настоящая жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, фирма небольшая, но интересная. Особенно вот здесь, на мостике, стоять наблюдается самое одно. Обязательно будьте здесь, купите корм, потому что кормите черепах, чаек, рыб, всех вместе от удовольствия. Или привозите с собой другой корм, вот такой, как у меня, например, чтобы увидеть, как кушают акулу. Хотя они же китовые, они ее не будут есть. Фирма прикольная, думаю, здесь еще интереснее летом, когда все это глупляется, собирается. Но мы поедем сейчас с вами дальше, потому что остров хоть и маленький всего, там 7 или 8 километров в длину, но времени у нас не очень много, а машинка едет очень медленно. Поэтому давайте соберемся и поехали, поехали. Поехали.